Привет, друзья! У меня запланированы встречи с очень интересными людьми. Но я сожалею, что у нас всего только 198 подписчиков сейчас, в данный момент. А видят эти ролики только те, у кого что-то болит. Потому что, когда у кого-то что-то болит, он видит только то, что его лично касается в этот момент. Как снять боль, например? Ну да, прарадикулит, или там пальчик болит. Вот мизинец болит, и ты больше ничего не видишь и не слышишь. Ну так вот, интересное дело. Как сделать так, чтобы человек восстанавливал свои причинно-следственные связи между уровнями разными в голове? Чтобы он видел мир целиком. Вот у нас, например, в Махачкале были месяцы, когда на улице было очень много-много мусоров. Мусор кругом, просто мусор и всё. А я в это время смотрю телевизор и говорю, что там всё время какую-то неправду. Ну не про мусор, а про всё остальное, что-то такое. Неправду я эту причинно-следственную связь почему-то вижу. И когда я говорил друзьям в Махачкале и соседям, да это потому, что нам всё время ложь говорят сверху. Они мне говорят, ты дурак что ли? Ты посмотри, у нас просто мусорка не приехала вовремя. Причинно-следственная связь. Она может быть восстановлена у людей, когда нету стресса, когда вот эта вот острая боль не мешает им соображать нормально. А для этого мы обучаемся выходить на нулевое состояние, в состояние безмятежности. И это же есть соединение с Богом, потому что Бог – это бесконечность, безвремение. Да. Ну интересно, правда? Поэтому очень нужно научиться подбирать действия синхронные текущему состоянию в моменте. Хочется кричать – вам кричите, хочется плакать – плачьте, хочется петь – пойте, хочется выговаривать – выговаривайтесь. Делайте за закрытыми дверями пять минут в день. Вот вам хороший приём – побыть самим собой, как дети. Поэтому учитесь у детей. Об этом даже где-то в Святых Писаниях написано. Учитесь у детей. До встречи.